привет всем мои хорошие всем огромный пламя итальянский чао я только что никиту отвезла школу оставил у школы сама еду сейчас я поеду сначала на парковку одного супермаркета оставлю там машину ну все приехала я до до парковки оставила машину сама почти шутки пройдут наши городской больницы потому что мне надо сегодня на прием к эндокринологу выключаем машину выхожу и пошла так все оставила машину приветики вот и я хотела через парк пойти но там после дождя скорее всего грязно думаю не буду я марать свои ноги свои ботинки я пойду лучше по тротуару лучше обойду этот парк мне принципе полтора часа до приема к эндокринологу но мне по-любому надо всегда раньше приезжать потому что там надо брать тикет тикет это как бы ну как бы записываться что ты уже пришел если надо оплачивать оплатить если не оплачиваете начни оплатите мне не надо оплачивать у меня эндокринолог бесплатный визит бесплатные потому что я состою на учете у эндокринолога и мне что визит бесплатный, что там тоже грязно. Ладно, пойду, потому что там ближе. Там немножко только грязно, остановит тротуар. Что визит к эндокринологу, что многие анализы мне идут бесплатно из-за того, что я состою на учете, из-за того, что у меня есть специальный документ, вот, что я состою на учете. Хорошо, что у меня гормоны щитовидки уже, слава Богу, в порядке, поэтому, как говорится, самочувствие уже нормально, намного улучшилось, поэтому мне визит к эндокринологу только один раз в год, но это чисто контрольный визит. Вот, так что уже год прошел, пора показать все свои анализы. Я сделала, пойду туда, я сделала эко-доплер щитовидки и издала кое-какие анализы крови, мочи и все такое. На гормоны щитовидки, на холестерин, на гемоглобин, в общем, на многие-многие анализы. Ну, все. Так-так-так-так-так-так. Вот я взяла с собой все эти анализы, документы и направление визит к эндокринологу. И минут 5-10 я уже у нашей городской больницы, у госпиталя. Погода у нас сегодня очень сырая, холодноватенько, ну, не так холодно, как сыр, вот из-за сырости просладность. Смотрите, какие деревья классные. Когда они разрастутся, начнут свистить, покроются листьями весной. О, будет красиво тут. Вся аллея будет в деревьях. Все люди куда-то спешат. И я. Смотрите, какой прелестный дворик в больнице. Классно, да? Тут можно отдохнуть, посидеть. Так, я только что взяла уже свой тикет назначения. Отсюда вышла. Мне еще, в принципе, час до приема, до визита к врачу. Но я, скорее всего, пойду пораньше. Вдруг меня пораньше примут. Сейчас посмотрю, где я выйду. О, какой-то дыха. Я, наверное, не пойду. Мне не сюда. Мне дальше. А, я сейчас в другой двор выйду. Ну-ка посмотрим. Другой дворик. О, а это площадный такой дворик. Класс. Мне, наверное, туда. Так. Вот такая вот пьезо-церковь в больнице. Тоже можно и журнальчик купить. Кроссвордики, игрушки. Если кто-то кому-то на прием идет. Так, я иду. Да, в это здание. Там, где скорая помощь. Там с левой стороны скорая помощь. А мне вот в тот подъезд. На третий этаж. И я пришла. Приду пораньше, посижу там в тепле. На улице все равно погода сырая. Где тут гулять? Ветерочек. А вот там прямо скорая помощь находится. Вот так иду пешком. На лифте не хочу. Я могу и пешочком. Прохожу мимо, увидела такую круглую площадку. Такая прикольная. Мне напомнило дискотеку с моей молодости, когда я жила еще на родине. На родине. У нас там за городом, короче, в нашем районе была вот такая вот круговая площадка дискотечная. И мы приходили и танцевали и стояли в уголке. Точно-точно такая же. Только немножко... Но наша площадка была, конечно, побольше, покруглее. Все, я уже из больницы иду. Сейчас поскорее в машину бы сесть. Так, все, наконец-то я в машине, потому что на улице действительно такой ветерочек. Вроде как не холодно, но ветерок такой холодный, сырой. И прямо аж до костей. Ну все, я в машине. Так, все, я уже прошла эндокринолога. Конечно, это самое, понервничал эндокринолог. Не знаю, какой-то он что-то нервный в этом году. В прошлом году, и, кстати, он посидел за год, в прошлом году, когда я была в прошлом году на приеме, этот эндокринолог, он какой-то там, ну, не главный врач, ну, какой-то повыше врач, доктор, вот, специалист. И он не был таким седым. Он молодой, ему лет 37, может быть так, под 40, 35, вот где-то. Но не был таким седым. И год прошел, и сегодня я увидела, он так посидел, я не знаю, что у него там случилось. Ну, короче, и он именно раздраженный, какой-то нервный был. Но только в начале, когда я только пришла, он меня спросил с улыбкой, такой, как дела туда-сюда? А потом, когда началась неразбериха с этими таблетками нервничать, поругал меня, конечно, психанул, там что-то и вышел. Короче, остались только две молодые женщины. Одна, я так поняла, как медсестра, типа, которая все фиксирует на компьютере, другая, именно, которая разбирается с моими делами, с моим здоровьем разбирается, тоже какой-то врач. Но две женщины, такие спокойные, нормальные, уже поговорили, они мне там сеньора, сеньора, все. Представляете, снова у меня давление поднялось. Вот постоянно, как только я не приду на прием к врачу, любому врачу, или, например, на анализы. И вот когда в ожидании сижу в коридоре, и когда много народу, даже когда немного народу, но не хватает воздуха, у меня постоянно давление поднимается. Вот, и говорю, как вас давление? Они спрашивают, как у вас давление? Ну, порядки, в принципе, вот иногда скачут. Вот и сейчас подскочила, пока я сидела, ждала вас. И точно они померили давление, точно у меня давление поднялось, где-то 149, там, на что-то. Вот, так что, я сейчас, никакие прогулки, у меня рядом с супермаркетом, каррифор этот большой, я бы прогулялась с удовольствием, но у меня сейчас такое высокое давление, лучше я домой пойду, спокойно полежу. Короче, они мне прописали новые таблетки, какие-то, от давления. В общем, для щитовидки у меня, фу-фу, все в порядке с щитовидкой. Вот, они мне выписали те же самые таблетки для давления, только еще другие таблетки, например, которые, именно, пить их надо, когда высокое давление. Так что, я сейчас пойду домой, спокойно, может быть, вечером схожу к нашему доктору, этому участковому, вот, и возьму рецепты на все эти таблетки, кстати, мне дали таблетки для понижения холестерина еще, в общем, опять же, витамин D мне надо, в общем, опять, к доктору сегодня, не знаю, если сегодня у меня не получится, то, скорее всего, послезавтра уже утром. ладненько, поехала я. Домой, отдыхать, увидимся уже дома. Поехали. Слава Богу, сегодня хоть дождя нет, хоть погода, это самое, дождь прекратился, потому что два дня лило, а все выходные лило, это, это что-то с чем-то было. Завтра, послезавтра у нас обещают солнечную погоду. Завтра я, скорее всего, дома, а может быть, послезавтра, если моя двоюродная, если моя племянница, племяшка, Янулька, Янулька, Красотулька, захочет, то послезавтра, в четверг, поедем в Милан, встретимся с ней, мне надо в молдавское посольство забрать загранпаспорт свой. Ну, все, поехала. Никитина школа, пока-пока школа. Короче, следующий визит к эндокринологу мне снова назначили через год, 16 марта, в это же самое время, в 9.30 утра. Мне утром, конечно, лучше всего подходит, самое благополучное время для меня, это утро. Так что, уже с эндокринологом нервным увижусь через год, слава богу. Та-дам, та-дам, музыку не включаю. Потому что, я так заметила, радио, не знаю, когда-нибудь буду пользоваться радио, нет. Я заметила, что машина у меня так будит в салоне, что я радио, практически музыку, практически не слышу. У машины тихо, у моего мужа тихая машина, у меня нет, к сожалению, у меня она на бензине и будит. Так что, без музыки еду, блин. О, и здесь фибрука. фибру копают. Так, подожди меня, я проеду, потом ты и ешь. У нас все небо затянутое от дучами, ничего себе. вот моя деревня, вот мой дом родной, вот моя парковка и вот мое место блатное. Опа! Пекала! Ура! Так, все, я уже дома, только что поела и сразу после еды я выпила для снижения давления. Включайте, лизер, потому что там идет передача. Только что включила и вот такая вот, вот такую новость я узнала. не буду пока делать громкость. Только что новость узнала, что все-таки Путин выиграл в России, так? Ну, короче, это самое, вы все знаете, что я уже говорила, что, конечно, у меня больше симпатии было к Путину, но и хорошо. И вообще, кто бы не выиграла, я желаю России процветания, мира, добра и, как говорится, спокойствия. Ну, не только России, но во всех странах всего мира я желаю, как говорится, мира, добра, процветания и счастья. В общем, все. Выпила 2 таблетки, сейчас я буду переодеваться и, наверное, отдохну, чтобы давление упало. И что интересно, у меня давление высокое, голова вообще не болит, представляете? Вот тут по-разному. Вот когда я хожу на приемы или на анализы, у меня, как говорится, голова не болит, давление поднимает, но я чувствую, когда давление поднимается, у меня голова начинает сжимать, прямо горячая голова становится, я прямо чувствую. У меня как два вида высокого давления, блин, я заметила. А когда дома просто-напросто поднимается давление, у меня начинается от головной боли. Я чувствую именно, как в каком виде у меня головная боль. Вот, если, например, там болит, или там болит, или так болит, и, в общем, когда у меня по голове сверху уже стучит, я чувствую, это давление поднялось. В общем, два вида у меня высокого давления. Ну, всё. Поздравляю Россию. Смотрю, там вроде как 75% или около 75% всё-таки проголосовало за Путина. Я надеюсь, я не то что надеюсь, я верю, что голосования прошли правильно, именно легально. Вот, что действительно большинство людей проголосовало именно за того, кого хотели. Ну, ладно-ка, я переодеваюсь, отдохну малость. Субтитры сделал DimaTorzok